Сын нахамил и не просит прощения. Как поступить? Во-первых, я бы предложил задуматься, а почему у вас Сын такой, который хамит и тем самым нарушает заповедь Божию? А эта заповедь звучит следующим образом. «Почитай отца и мать свою, чтобы тебе хорошо было и чтобы долго ты прожил на земле». Вот надо прежде всего задуматься. Вот смотрите, вы употребляете, тот, кто задает этот вопрос, нахамил. А вот хам, откуда слово-то взялось? А это ведь библейская история. Когда один из трех сыновей не почитал отца, который, да, согрешил, выпив лишнего и лежал голый. И сын над ним надсмеялся. И вот посмотрите, сколько уже веков, а мы упоминаем и говорим «ну ты хам». Вот. Вы знаете, вам надо задуматься, почему ваш сын хам и уподобился хаму, который надсмеялся над своим отцом. И вина в этом прежде всего ваша. Вот и задумайтесь, в чём вы провинились перед своим собственным сыном, который вам нахамил. Вы ведь его не воспитали должным образом. А увидев свою вину, покайтесь. А что значит покаяться? Ну вот, во-первых, конечно, осознать, что я допустил ошибки в воспитании сына, которые привели к тому, что сын сейчас мне хамит. И попросить за свои ошибки в воспитании у своего собственного сына, который вам нахамил. Да-да. Вам надо попросить у него прощения за то, что вы его не воспитали должным образом, богоугодным образом. Это ваша вина. И вам, поскольку это ваша вина, должны простить своего сына. Вот что вам делать? Простить сына, не помнить зла. Да, нарушая заповедь, он грешит, он делает себе плохо. Ведь тогда он долго не проживёт. И хорошо ему не будет в жизни. Потому что таков духовный закон. И вам надо посочувствовать своему сыну. Но любовь ведь, она деятельная. Если вы любите сына, вам нужно предпринять определённые шаги, чтобы сын исправился. Но можете ли вы сами исправить сына? Нет, конечно. А сам он сейчас возьмёт и исправится, другим станет? Нет, конечно. Но что невозможно, человеку возможно Богу. Так говорит Господь. Поэтому, осознав, попросив у сына прощения, надо сходить в храм, исповедовать свои грехи против своего собственного сына, хама, выражаясь библейским языком. И покаяться, исповедовать свои грехи в таинстве покаяния, в присутствии священника, который является свидетелем покаяния и ходатаем за нас, грешных. И самому надо исправляться. Ваше духовное состояние, состояние вашей души в результате покаяния станет чище, лучше. В вас появится больше любви к своему сыну. В вашем уме появится, скажем так, некоторое прояснение о том, как правильно дальше себя вести с сыном. Бог вам поможет, если вы все то, что я говорю, будете делать. И Бог сделает от себя, конечно же, все зависящее, а Он может все, чтобы вашего сына исправить. Не ждите, конечно, что он станет другим прямо завтра. Нет. Но Господь все равно, если вы будете за него молиться, сами станете примером любви к своему сыну, то и Он начнет становиться другим. Вот, пожалуй, главное, что я бы хотел сказать, отвечая на вопрос, как поступить надо в отношении сына, который вам нахамил. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.